В детстве, ну, как-то я не знаю, поскольку жил улица Усиевича, дом Большого театра, кругом там все дома это были там драматургов, эстрады, писателей, художников, кино, такая, ну, творческая интеллигенция. И с самого, не знаю, прямо с четырех лет, когда меня посадили за фортепиано, уже мой выбор был предопределен. Я мечтал стать артистом, музыкантом, играть в оркестре Большого театра. Все, и других вариантов не было до тех пор, пока мне не исполнилось 15 лет, мне не подарили там мотоцикл, потому что на даче постарше ребят уже были мотоциклы, да, давали прокатиться, и это было настолько увлекательно, настолько фантастически, что, конечно, я ходил там, клянчил там два или три года, купите, 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 и, наконец, купили, и мотокросс, и я уже без мотоцикла не представлял свою жизнь. Это вот круто переломило мою жизнь. Но у меня таких переломов в моей жизни было не один, и не два, и не три. Было очень много. И, конечно, было очень много людей, которые очень сильно повлияли на то, кем я стал. Допустим, почему я запел? Я влюбился в девушку, которая просто не хотела со мной общаться, а я так сильно, я так мучился, переживал, как на нее прозвести впечатление. Вот я увидел в караоке, как поют там мои друзья-байкеры, и, слушай, и заметил, что девушкам нравится. И думаю, ой, и мне тоже хочется. И вот из желания просто понравиться девушке, произвести на нее впечатление, я запел, и вот уже 13 лет пишу песни и пою, и не могу остановиться.